В газетах и журналах, на городских остановках и в интернете. Работаем по принципу единого окна. Подробности «Череповец. Победы. 93Б». «Лада Гранта» от 259 тысяч рублей в «Северавто». Телефон в «Череповце» 62 30 40. Редактор субтитров А.Семкин В эфире новости в студии Светлана Злобина. Здравствуйте. Сегодня выпуски. Аттракцион, на котором в прошлом году пострадала 9-летняя девочка, до сих пор работает. Но хозяйка злополучного потута пойдет под суд. Чем опасны детские развлечения и кто понесет ответственность, если вдруг случится несчастный случай, выясняли Татьяна Жданова и Иван Цветков. Движение транспорта перекрыто, ведутся ремонтные работы. Реконструкция участка улицы Мира идет полным ходом. Подробности расскажем в новостях на 12-м канале. Арестованные за долги грузовая «Газель» сгорела в Череповце. Пожар произошел сегодня днем на улице Комсомольской. А теперь подробнее об этих и других событиях. Хозяйка батута, на котором пострадал ребенок, пойдет под суд. Расследование уголовного дела завершили правоохранительные органы. Напомним, в прошлом году из-за неисправного аттракциона пострадала 9-летняя девочка. Батут на время проверки закрыли, но сейчас он вновь доступен детям. Какие меры приняли в Череповце, расскажет Татьяна Жданова. Кенгуру. Именно здесь, в прошлом году, 9-летняя Вика получила сотрясение мозга. Девочка прыгала на батуте и внезапно на страховочном тросе открутился карабин. Девочка повисла на остатках страховки. По данному факту возбудили уголовное дело. Хозяйка этого опасного аттракциона пойдет под суд. По информации городской прокуратуры, аттракцион эксплуатировался неправильно. Оператором этого батута был несовершеннолетний и без необходимой подготовки. После этого несчастного случая требования безопасности к аттракционам Череповца стали строже. С 2015 года, чтобы вести предпринимательскую деятельность, нужно собрать вот такую кипу бумаг. Без технического освидетельствования у предпринимателя нет оснований на установку каруселей и батутов. Кроме того, в мае все аттракционы проверили на соблюдение правил безопасности. По результатам этой проверки были вынесены большинство аттракционов незначительные замечания, устранение которых мы уже будем проверять в процессе следующих повторных проверок, не таких масштабных, а проверок два раза в месяц каждого аттракциона по специальному графику, утвержденному по учреждению. Это будут внезапные проверки для предпринимателей. Отмечу, что злополучный аттракцион «Кенгуру» в парке 200-летия Череповца имел все необходимые документы. Но тогда этого оказалось недостаточно. Нужен постоянный контроль. В парке этим теперь занимается заведующий, который ежедневно проверяет соблюдение правил безопасности. Операторам аттракционов проводят инструктаж. К этим ужесточениям я был готов, потому что во многих регионах России уже давно действуют местные постановления, местных органов власти. Но вот в Череповце только с этого года. Но ничего страшного. Вектор, в общем-то, правильный. Недобросовестные предприниматели уйдут с рытого рынка. А добросовестным зеленая дорога будет. Несмотря на то, что за соблюдением правил безопасности в парках следят строже, за их пределами по-прежнему правила трактуются больно. Череповчане периодически сообщают об угрозе для детей на площади химиков. Здесь установлено сразу три батута. Место под солнцем предприниматели выиграли на аукционе. Так, на пять месяцев комитет по управлению имуществом города выделил всю территорию за 600 тысяч рублей. Предприниматели считают условия выгодными. Тем более контроль за соблюдением правил безопасности здесь не такой строгий, как в парковом хозяйстве. Видимо, поэтому бизнесмены уверены, что ответственность за жизнь и здоровье клиентов хозяин аттракциона не несет. В правилах написано, что родители несут ответственность за детей. В правилах так написано, потому что у нас прокат. Мы занимаемся прокатом. У нас в деятельности такой прокат. Мы сдаем вам в аренду батут. Но и документов на сдаваемый в аренду батут нам показать не смогли. Не все хозяева аттракционов здесь смогут во всеоружии встретить проверяющих. Впрочем, последних на площади химиков и не видели. А ведь специалистам стоит обратить внимание на высоту бортиков батута. После хорошего прыжка есть опасность приземлиться на землю. Не менее опасны надувные батуты. Сильный порыв ветра может опрокинуть аттракцион. Подобные ЧП с пострадавшими регулярно происходят в России. Происшествий на воде на Вологодчине становится все больше. Так в Великомустюге спасатели продолжают поиск тела утонувшего мужчины. Два дня назад он с друзьями распивал спиртной на берегу. Решил искупаться, но из воды уже не вынырнул. В Череповце специалисты в течение недели несколько раз снимали с фарватера пловцов-любителей. В районе улицы Олимпийской перевернулась надувная лодка. К счастью, никто не пострадал. Сотрудники ГИМС и спасатели выявляют десятки случаев нарушения правил безопасности на воде. Чаще всего люди оказываются без спасательных жилетов в лодках, а отдыхающие на пляжах устраивают заплывы в состоянии алкогольного опьянения. В преддверии выходных специалисты настоятельно рекомендуют быть внимательными во время отдыха на воде и не пренебрегать правилами безопасности. Хочу обратиться к владельцам маломерных судов, чтобы они соблюдали правила судовождения, однозначно не употребляли спиртные напитки. От этого зависит их здоровье и жизнь. У нас проводятся патрулирования в течение дня, проводятся совместные рейды с ГИМС и с полицией, но постоянно находиться во всех местах нашей акватории мы не можем. Ремонт трамвайных путей начали на улице Мира. Четверка теперь не поедет дальше остановки Доминные. Электротранс решил провести работы в рамках комплексной реконструкции рядом с новым музеем металлургической промышленности. Строители должны привести в порядок участок дороги длиной в 325 метров, причем расширит проезжую часть. Подробности у Павла Панова. В этом ремонте принимают участие десятки работников и специалистов. Им в помощь тракторы, самосвалы, экскаваторы и другая спецтехника. Строители приводят в порядок 300 с лишним метров улицы Мира от остановки Доминная и до конечной трамваев. Экскаваторы работают на обочине, чтобы в дальнейшем сделать подсыпку обновленной проезжей части. В сжатые сроки строителям предстоит выполнить достаточно большой объем работ. Здесь, на улице Мира, на участке в 325 метров, необходимо расширить проезжую часть с 7 до 9 метров и уложить свыше 2500 квадратных метров нового асфальта. Движение автомобильного транспорта было закрыто еще неделю назад. Проехать могут только машины спецслужб с включенными проблесковыми маячками. Все остальные должны ехать в объезд через улицы Бардина, Чкалова и Устюженскую. С сегодняшнего дня было остановлено и движение трамвая четвертого маршрута. Почти до конца июня конечной остановкой четверки будет доменная. Параллельно с проезжей частью рабочим предстоит провести реконструкцию трамвайного пути, подвески и контактной сети. Поднятие полотна трамвайного с перекладкой рельс, шпал и поднятием самих контактных линий. Все это планируется выполнить в довольно-таки сжатые сроки. 30 июня, окончание всех сроков производства работ. Работы, в принципе, для нас все знакомы. Сложности не представляет. Я думаю, что все это завершится вовремя. Проблемы большой, конечно, не будет. Здесь удобнее. Но, в принципе, через домину будем ходить. Так-то нормально. Но особых проблем возникнуть не должно. Перевозить работников медкомбината планируют на автобусах от площадки Северсталь-Метесь. Масштабные работы на улице Мира проводят в комплексе. Вместе с обновлением проезжей части и трамвайных путей должны появиться подъезды к музею металлургической промышленности. Откроют его ко дню металлурга. Строители уже завершили все работы в здании, покрасили стены, отремонтировали все помещения. Совсем скоро сюда привезут экспонаты для выставки. Здание было прочищное. То есть мы сделали в нем капитальный ремонт, убрали все полностью стены, возвели новые перегородки, полы, потолки. И все восстановили под музей. Будут завы в 5D, в 3D. Но это будут экспонаты, которые будут привезены с Санкт-Петербурга. И очень будет интересно здесь. Все работы на улице Мира должны быть завершены до 30 июня. Трамвайное сообщение планируют восстановить к 29 числу. Но если рабочие справятся с поставленной задачей быстрее, ездить на четверки на работу, металлурги начнут раньше. Вологодская область вошла в десятку лучших регионов России по поддержке предпринимательства. Итоги национального рейтинга подвели на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Провели его, чтобы рассказать отстающим о лучших практиках, которые существуют в стране. Мы создали фонд ресурсной поддержки, фонд микрофинансирования. И сейчас наши малые предприятия, индивидуальные предприниматели, получают поддержку из фонда микрофинансирования под 8-10% годовых. И количество таких предприятий за 4 года увеличилось ровно в 10 раз. Кроме этого, мы создали гарантийный фонд регионального уровня. И пошли еще дальше. Создали муниципальные залоговые фонды. Помимо этого, в районах появились инвестиционные уполномоченные. На территории области создан региональный центр поддержки предпринимательства. Успешно налажено взаимодействие малого бизнеса и крупнейших предприятий металлургической и химической промышленности. Проект электронная бизнес-кооперация стартовал в 2012 году. Сейчас в сфере малого предпринимательства работают больше 180 тысяч человек. Это треть от занятых в экономике области. Также в прошлом году на Вологодчине был сформирован рейтинг инвестиционной активности районов. Лидерами оказались Себелозерский, Кирилловский, Кадуйский и Устюженский районы. Новые правила эвакуации автомобилей на штрафстоянку вступили в силу с сегодняшнего дня. Нововведений сразу несколько. Теперь автомобиль не будут отправлять на штрафстоянку, если водитель вернулся до того, как эвакуатор начал движение. Если у автолюбителя отсутствуют регистрационные документы на транспортные средства, тогда оно будет задержано и перемещено на штрафную стоянку. Сотрудник ГИБДД должен присутствовать на месте до начала движения эвакуатора. Изменения коснулись и процедуры оформления нарушения. Согласно новым поправкам, инспектор будет составлять дополнительную копию протокола о задержании автомобиля. Кроме того, местные власти обязали информировать водителей о появлении новых дорожных знаков или разметки. Напомним, отправить машину на штрафстоянку могут за парковку в неположенном месте, вождение в состоянии опьянения, а также управление автомобилем с неисправными тормозами. Сегодня в Череповце сгорела машина. В третьем часу дня пожарным поступил звонок от очевидцев. На улице Комсомольской, 14, полыхала грузовая газель. Прибывшие на место огнеборцы справились с пожаром за 7 минут. Оказалось, что машина находится в аресте у одного из банков города. Но владельца авто до сих пор не нашли. По словам жителей соседнего дома, автомобиль бросили на этом месте уже очень давно. Причину пожара сейчас устанавливают эксперты. На перекрестке Победы Гоголя накануне вечером на проезжую часть разлили белую краску. Об этом рассказали автолюбители. В социальных сетях всю вину возложили на дорожников, которые наносили разметку. Но уже сегодня появилась информация о том, что краска пролилась из грузовой газели. Затем кляксу размазали автомобилисты, проехавшие по этому месту. В результате следы с краской можно заметить не только рядом с управлением образования, но и у колхозного рынка. Отмывать проезжую часть придется спецавтотрансу, который отвечает за содержание городских дорог. Директор предприятия Сергей Орлов рассказал нам, что планируется установить виновника. Ему по закону придется возместить ущерб за испорченную проезжую часть. И еще о темах нашего выпуска смотрите во второй части. Скотч и побои как метод воспитания педагога детского лагеря под Череповцом осудили за жестокость к несовершеннолетним. Но отбывать наказание воспитателю не придется. Приемная кампания стартовала сегодня в двух крупнейших вузах Вологодской области. В этом году специалисты ожидают наплыв на гуманитарные специальности из-за низких результатов ЕГЭ по математике. Какие новшества ожидают абитуриентов в этом году, выясняли Вера Кучеренко и Сергей Павлов. Ловить беглых осужденных и спасать заложников пришлось курсантам ВИПЭ. Федеральная служба исполнения наказаний проверила молодых людей на учениях. Все это и многое другое сразу после рекламы. Через пару минут продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Города на берегу реки Шексна продается коттедж. 250 квадратных метров. Великолепное место для проживания и активного отдыха. Телефон 540736. Хочешь получить модную профессию? Легко! Туризм, связи с общественностью, реклама, дизайн и еще 50 специальностей направлений подготовки ждут тебя. Череповецкий государственный университет. Учись у нас! Открою секрет. Самый быстрый способ построить комфортный дом. Приходите в строительный двор Аксон. Строительные материалы по низким ценам. Строительный двор Аксон. Рыбинская 59. А через сайт аксонквик.ру еще быстрее. Экономлю время и силы. Это новости. Продолжаем выпуск. Связывала с котчем, била и унижала. Воспитатель детского лагеря в Череповецком районе получила полтора года исправительных работ за жестокое обращение с детьми. Однако из-за амнистии педагогу не пришлось отбывать наказание. Преступление произошло весной прошлого года. Как рассказали сегодня в Следственном комитете области, дети, отдыхавшие в оздоровительном лагере, пожаловались на издевательство родителям. Те написали заявление в правоохранительные органы. Следствие установило, воспитатель наносила детям побои. За малейшее непослушание женщина связывала воспитанников с котчем. В течение длительного времени заставляла выполнять тяжелые упражнения. Сотрудницу детского лагеря признали виновной. Однако в связи с амнистией, объявленной в честь 70-летия Победы, отбывать наказание ей не придется. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотрена 156 статью Уголовного кодекса. А именно, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по воспитанию совершеннолетних, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. Причиняя детям побои, совершая другие насильственные действия, от которых дети испытывали физическую боль и нравственные страдания. К другим темам. Мэр Череповца Юрий Кузин вручил сегодня руководителям ТОСов зарегистрированные уставы. Церемония прошла в Доме музея Ивана Милютина. Есть активные, заинтересованные граждане, которым не безразлично, кому уплачиваются деньги, за что уплачиваются деньги. Они вникают в технологии управления домом, понимают, что такое процесс обслуживания дома, что из себя представляет коммуникация, инженерное сооружение, что должны делать управляющие и обслуживающие организации на придомовой территории, сколько это стоит. На сегодняшний день в Череповце зарегистрировано 6 ТОСов. Еще 20 планируют открыть. Как отметил мэр города, в такие сообщества объединяются граждане, которые заинтересованы в комфортной жизни. За активную жизненную позицию Юрий Кузин наградил дипломами руководителей уже существующих ТОСов. Это новый отсчет тех территорий, на которых создались территориальные общественные самоуправления. Это большие возможности у граждан, чтобы принимать участие в решении вопросов по благоустройству, по разным вопросам на своей территории. И, конечно, это большая ответственность у руководителей территориальных общественных самоуправлений. Приемная кампания стартовала сегодня в двух крупнейших вузах Вологодской области. В Череповце из-за низких результатов ЕГЭ по математике специалисты ЧГУ ожидают наплыв абитуриентов на гуманитарные специальности. С первыми поступающими и с теми, кто сделал свой выбор 5 лет назад, пообщалась сегодня Вера Кучеренко. За общением мы и застали выпускников ЧГУ. Артем, Антон и Настя, без пяти минут экономисты. Но по студенческой жизни уже скучают. Жизнь это самое хорошее, что может быть, мне кажется, за эти пять лет. Это непередаваемый опыт. Ты сразу научишься готовить, ты более самостоятельно становишься. Там всегда весело и не скучно. Не так весело пока еще абитуриентам. Что выбрать? Здравствуйте. Меня зовут Колесников Николаевич. Я студенец ЧГУ в государственном университете. Как вам известно, мы живем в веке философных технологий. И поэтому особенно необходимы специалисты в этой сфере. Технарии, правда, требуется больше, чем гуманитарии, говорят специалисты ЧГУ. Но в этом году они прогнозируют наплыв именно на гуманитарных специальностях. Результаты ЕГЭ по математике подкачали. В этом особенность приемной кампании 2015 и не единственная. Перечень категорий, которые поступают по ЕГЭ, он тоже расширился в этом году. Если прежние годы мы могли принимать без предъявления результатов ЕГЭ тех, кто закончил школу до 2009 года, то в этом году они все идут по ЕГЭ тоже. Сдавать ЕГЭ нужно вместе со школьниками. Июльскую вторую волну сдачи единого госэкзамена с этого года тоже отменили. Вместе с нынешними школьниками ЕГЭ сдавала Ангелина Гурина, выпускница Амтека прошлого года. Поступить сразу не смогла. Поступала в ЧГУ. Как-то плохо подготовилась. Еще подала документы только на одну специальность. А сейчас уже все, подготовилась. Ангелина подала документы сразу на несколько направлений. Строительство, дизайн архитектурной среды. Это весьма популярно, отмечают в приемной комиссии. А вот Евгений Афанасьев с выбором уже определился. Высшее образование есть, цель – магистратура. Заочное образование, я учился заочно в политехе, читаю, недостаточно, потому что с сессии до сессии, как-то все так, достаточно поверхностно. Как работают высшие учебные заведения в этом году показала специальная проверка. Только семь вузов Вологодской области признаны эффективными. Проверяли не только образовательную деятельность вузов, но и экономическую эффективность. Необходимый порог смогли пройти оба крупнейших вуза Вологодской области Череповецки и Вологодские госуниверситеты. Однако, по словам студентов в ОГУ, выпускники этого года получат диплом без твердых корочек. Так, признанный эффективным, Вологодский вуз решил сэкономить. Зато в Вологодском госуниверситете открыли новые образовательные профили. В этом году мы открыли на историческом факультете бакалавриат с двумя профилями подготовки. Впервые объявили набор на так называемый двухпрофильный бакалавриат. Это историческое и экономическое образование профиль. И на факультете иностранных языков, культуры и искусств. У нас тоже открыли впервые мы делаем набор на двухпрофильный бакалавриат с профилем иностранной языки. Вологодский вуз готов принять 1481 человека на бюджет. В ЧГУ набор чуть поскромнее. Бюджетных мест 914, но это максимум за последние 6 лет. Прием документов на очную и заочную форму обучения продлится до 24 июля. Время сделать выбор у абитуриентов есть. В свои двери для бывших школьников распахнули приемные комиссии средних специальных учебных заведений. В этом году абитуриентам на Вологодщине предоставлено больше 5000 бюджетных мест. Причем, кроме привычных специальностей, набор ведется и на новые. В этом году в подведомственных департаменту техникумах и колледжах открыто 17 новых профессий и специальностей по заказу работодателей в соответствии с требованиями современной экономики. В Вологодском индустриально-транспортном техникуме в этом году открыта специальность судовождения. В Вологодском колледже связи информационных технологий, программирование в компьютерных сетях. Специалисты отмечают пока о большом наплыве выпускников средне-специальные учебные заведения говорить рано. Пик приемной кампании ожидается в начале июля. Свои двери на Вологодщине на этой неделе открыли комиссии 27 средних учебных заведений. Новшеством этого года стала возможность подать заявление на обучение, не выходя из дома. Для этого на сайтах учебных заведений и на портале госуслуг работает специальная система «Электронный колледж». На то, чтобы определиться с будущей профессией, у выпускников есть почти два месяца. Приемные комиссии в СУЗах будут открыты до 15 августа. Решить, куда поступать после школы, конечно, важно, но не менее важно для старшеклассников выбрать наряд на выпускной бал. Вспомнить свои выпускные платья и костюмы сегодня мы попросили известных череповчан. Выпускной был незабываемым. Поскольку в 11 классе форма уже была свободная, можно было ходить как в галстуке, так и без галстука, как в пиджаке, так и без него. А вот на выпускной все пришли в новых костюмах. И многих одноклассников я в костюмах практически никогда не видел. Вот это было первое, что меня удивило. Ну и, конечно, удивили одноклассницы. Они пришли все в таких красивых, ярких нарядах. Мы с мамой выбрали ткань. Ткань золотистого, желтого, нежного цвета. Было интересно то, что накануне нас отправляли, раньше в колхоз отправляли осенью, а нас отправили летом на сенокоз. И потом мы были жутко загорелые. Красным таким отливал цвет кожи. И на фоне этого загара яркого платье выглядело очень эффектно. Платье на выпускной мне сшила моя мама. Профессиональный инженер-технолог. Она великолепно вообще сшила вещи. Платье было серебристо-белым, с кружевами. И было чем-то похоже на наряд такой модной снегурочки. Очень было красивое платье. Я была самая красивая в этот день на выпускном вечере. Я без ложной скромности скажу. Ребятам, которые закончили школу два года назад и сейчас учатся в ВИП, пришлось словить осужденных и спасать заложников. Такие задачи сегодня решали во время масштабных учений. Курсанты должны были в составе подразделения дать достойный отпор преступникам. За ходом спецоперации следил Павел Громов. Курсанты нашего института должны быть готовы к действиям по розыску задержания преступников, по пресечению группы их непонимаемых массовых беспорядков в местах лишения свободы, по отражению вооруженного нападения на объекты в Синроссии, а также по освобождению лиц, удерживаемых в качестве заложников на объектах в Синроссии. По легенде, на территории рядом с лагерем скрываются несколько осужденных, сбежавших из исправительного учреждения. Преступники опасны и, скорее всего, уже вооружены. Бронежилет, каска, в руках автомат с боекомплектом. На поясе фляжка с водой. Маршем на позицию. Взвод бежит по особым правилам. Впереди двое дозорных, взади замыкающие. По бокам еще пара наблюдателей. И вот одна из первых внештатных ситуаций. Осужденные начинают обстреливать подразделения из лесного массива. Курсанты дают ответ на огонь и обходят преступника со стороны, обезвреживают и задерживают. По легенде, местные жители увидели сразу несколько сбежавших осужденных. И назвали их местоположение. Мы находимся на территории заброшенной лесопилки. И здесь как раз один из курсантов, который играет роль сбежавшего. Расскажи, кто ты по легенде и почему ты находишься здесь? По легенде, я осужденный, который сбежал из колонии. Здесь я нахожусь, потому что идет поиск. У нас, которые сбежали. После того, как провели поиск, пойду искать потерпевшую, чтобы отомстить. Мести не будет. Прикрывая друг друга, одногруппники исследуют каждый угол лесопилки, обнаруживают беглеца. Сразу после показательная часть, как правильно проводить досмотр задержанного. Кульминация учений. Преступник выдвигает свои требования в обмен на жизнь заложников. Специальная команда просит беглеца сдаться и отпустить гражданских. Когда переговоры заходят в тупик, начинается штурм. Организаторы учений оценили слаженность подразделений на оценку «хорошо», мол, есть к чему стремиться. Свои навыки эти ребята еще продемонстрируют уже на выпускном курсе во время еще более масштабной тренировки с участием спецподразделений из других ведомств. Акция «Свеча памяти» пройдет по всей России. Она стартует в воскресенье, 21 июня, накануне годовщины начала Великой Отечественной войны. С 15 часов все желающие могут зажечь в окне свечу в память о всех погибших в годы войны. К акции присоединятся более полутора тысяч городов России и стран СНГ. В Череповце в этот день свечи зажгутся и на воинском мемориале. Цветы к памятнику на Первом городском кладбище возложат представители управления МВД города. Церемония состоится в 22 часа. Напомним, что 22 июня исполняется 74 года со дня начала Великой Отечественной войны. Она унесла жизни более 27 миллионов советских граждан. Через минуту прогноз погоды, но затем продолжение сериалов «Шальной ангел». Ее звали Никита и «Шпионка». Ну а в выходные смотрите на нашем канале фильмы с участием Дастина Хоффмана, Эммы Томпсон, Максима Аверина и других известных актеров. Смотрите Первый городской, будьте в курсе и смотрите новости на 12 канале. Всего хорошего, хороших выходных. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»